Овчарка Маремман В этой породе собак есть нечто, что позволяет нам тем лучше ее понять, чем больше мы ее знаем, и в то же время никогда не дает понять ее до конца. Этим она отличается от любой другой породы. В этой собаке заключена некая особенность, почти недостижимая, которая сразу дает о себе знать. Все больше проявляется с каждым днем и в конце концов оставляет нас в недоумении. Этим нечто характеризуется некая глубинная и подлинная черта ее естества. Та, что делает Марема обруцкую овчарку миром в себе среди других собачьих пород. Говорить о породе собак, имеющей более чем двухтысячелетнюю историю, не только нелегко, но даже страшно. Гипотезы о происхождении породы белых пастухих собак многочисленны и разноречивы. Согласно некоторым из них, этих собак могли привезти с собой в Европу татары, финикийцы, греческие колонизаторы Средиземноморья или римляне, возвращавшиеся из азиатских походов. С уверенностью можно сказать лишь то, что такие породы пастухих собак, как Марема обруцкая овчарка, венгерский кубос, виренейская овчарка, татранская пастухья овчарка, имеют общие корни и характеристики. Они все белые, примерно одного роста, отличаются простым, скромным, полудомашним нравом, а потому с незапамятных времен служили в качестве сторожевых и пастухих собак. Согласно наиболее достоверной гипотезе, они происходят из Азии, откуда прибыли в Европу вместе с кочевниками, селившимися в районах с наиболее плодородными пастбищами. Несхожие природные и климатические условия различных местностей по-своему повлияли на каждую из этих собак, об условиях те характеристики, которыми сегодня отличаются друг от друга разные породы. Но откуда такое название Морева-Абрутская? Дело в том, что история этой породы связана с историей пастушества. В былые времена стадо овец перегоняли на весну и лето с тосканских и лоцийских болотистых равнин или морем, где они паслись осенью и зимой на горные пастбища Абруццо, а потом охранявшие их собаки в течение одной половины года. Были маримано, что в переводе с итальянского означает жители Моремы, а в течение другой абруцезы, то есть жителями Абруццо. Какую-то часть собак оставляли на весь год в Абруццо для охранных загонов для скота, и от этого у них усиливались некоторые свойства шерсти и характера, более подходящие для жизни в горной местности. А с другой стороны, определенное количество собак оставляли на Мореме для охраны поселений. Зачастую это были внушительные на вид особи с менее густой шерстью и более мирным травом. Однако горные и равнинные собаки никогда не теряли связь друг с другом, благодаря непрерывным перегонам стадо, повторявшимся из года в год. В результате аграрной реформы 50-х годов, сопровождавшейся отмиранием пастушества, этой собаке тоже пришлось изменить свои жизненные привычки. Именно в эти годы княжеская семья Корсини собрала практически всех собак, оставшихся на Моремах, с тем, чтобы продолжить традицию их разведения в качестве сторожей для овец в своих владениях. Собранные ими особи, нередко вступавшие в случку с осадами из Абруццо, являются предками по крайней мере 90% собак этой породы, распространившейся по Италии и всему миру. Таким образом, Морема Абруцкая овчарка представляет собой древнейшую итальянскую породу собак. Она отличается исключительным миролюбием, могучей комплекцией и придязательной внешностью, но в то же время величавой осанкой и изысканными манерами. Высота кобелей составляет от 65 до 73 сантиметров, сук от 60 до 68. Голова крупная и плоская, конической формы, напоминает голову белого медведя. Морда толстая, носовой ствол прямой и длиной чуть меньше черепа. Лоб слегка выделяется, но салобный угол всегда тупой. Глаза относительно небольшие, расположены далеко по бокам. Эпичная форма разреза глаз миндалевидная, что в сочетании с темнокарьим цветом радужной оболочки придает собаке мрачноватое, почти суровое выражение. Нос крупный, с широкими ноздрями. Цвет носа, а также краев губ черный. Губы сильно растянутые, мало развиты в высоту. Зубы белые и крепкие, припуск ножницеобразный. Уши маленькие, треугольной формы, расположены высоко и поданы чуть назад. Когда собака настораживается, уши приобретают большую подвижность. Шея массивная, крепкая и мускулистая, целиком покрытая длинной шерстью, образующей густой воротник, особенно выраженный у капелей. Туловище имеет прямоугольную форму. Линия спины прямая, начиная от холки и чуть приподнята в сторону крестца, широкого и покатого. Хвост расположен низко, по длине заходит чуть дальше щиколоток. Когда собака находится в состоянии покоя, хвост висит. Во время движения чуть приподнимается, но не выше линии спины. Лапы идеально перпендикулярны, имеют крепкий костяк. Лопатки длинные, покатые и очень подвижные. Бедра широкие, мускулистые и расположены чуть наклонно. Довольно толстые щиколотки, умеренно угловатые. Прибылые пальцы полностью отсутствуют. Ступни крупные, округлые, с плотно прижатыми пальцами, покрытыми короткой густой шерстью. Когти обычно имеют черный цвет, подушечки стоп толстые и тоже черного цвета. Шерстяной покров белый. Шерсть густая, длинная и гладкая, но несколько грубая на ощупь, благодаря своей стеклообразной текстуре. Шерсть короткая только на морде, черепе, ушах, задних частях ног. Подшерсток густой и обильный. Присутствует главным образом в холодное время года. Своей широкой и пружинящей походкой собака обязана большому размаху плеч и толкающей силе крепких задних лап. Ступни во время движения почти не касаются земли. Прекрасная походка моремы характеризуется большим размахом шага. След задних лап всегда попадает дальше следа передних. Основной роль в обеспечении такого размаха шага играет угол наклона задних лап. Только сильно изогнутая задняя конечность может произвести сильный толчок вперед и придать движению тот специфически бреющий характер, которым отличается значительная часть пастушьих собак. Во время движения верхняя часть туловища образует прямую линию между крестцом и передней частью корпуса, благодаря чему голова и шея располагаются на одной высоте с линией спины. И как следствие, самой высокой точкой тела собаки при движении является холка. Таким образом, высоко и прямо поднятая голова несвойственна для данной породы. Гост во время движения опущен вниз, слегка приподнят лишь его кончик. Когда собака возбуждена, он может быть поднят чуть выше, но в любом случае не выше линии спины. По этим особенностям движения нельзя, однако, судить о характере собаки в целом, ибо ее отличают не только сила, но и подвижность, не только массивность, но и гибкость. Ее шаг, который временами кажется таким размеренным и торжественным, на самом деле всегда таит в себе потенциальную возможность неожиданного броска вперед. Характер движения Моремы в целом чрезвычайно гармоничен. Такие две, казалось бы, взаимосключающие особенности, как мощь и гибкость, идеально в ней уравновешены. Суровые условия жизни, в которых эти собаки обитали в течение столетий, наложили свой отпечаток на их характер. Они преданы своим хозяевам, но без рабской покорности и угодливости, осторожны по отношению к чужим, инициативны. Поэтому они не придутся по вкусу тому, кто ищет собаку, пассивно позволяющую собой командовать, всегда ждущую приказаний ввиду отсутствия собственной инициативы, слепо полагающуюся на волю своего хозяина. Интересно отметить, что даже в тех представителях этой породы, которые в течение многих поколений воспитывались вне естественных условий пастушеской жизни, остаются в силе черты характера и поведения, свойственные их предкам. Поэтому, если вы будете обращаться с ними в соответствии с названными условиями, они доставят вам массу удовольствия. Если же вы ждете от собаки рабской преданности или пылкого излияния эмоций, лучше поищите себе питомца среди других пород. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эти собаки наделены огромным чувством собственного достоинства, гордостью с мекалкой и прирожденным чувством долга, который состоит для них в том, чтобы охранять и защищать собственность, будь то стадо, земельный участок, дом, одним словом, все, что беззащитно и нуждается в охране. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Воспитание этих собак не требует особого физического ухода, зато необходимо основательное знание психических особенностей породы. Матери способны самостоятельно заботиться даже о многочисленном помете, вкладывая в малышей все свои силы, чтобы удовлетворить их потребности, включая самые мельчайшие. Щенки развиваются очень быстро, открывая глазки уже на 10-й день, а нет 14-й или 18-й, как другие породы. И уже на 20-й день покидают коробку, которые появились на свет. На 30-й день малыши начинают выходить из конуры следом за мамой, с любопытством тыкаются во все углы и никогда не теряют обратную дорогу. Начиная с этого возраста, у щенков заметно проявляется инстинкт торжевой собаки. Они нередко бросаются на посторонних, не задумываясь о том, что противник может оказаться сильнее. Первые три месяца жизни щенок должен провести на открытом воздухе вместе с мамой, пользуясь полной свободой. Мать дает ему первые жизненные уроки, а другие взрослые собаки внушают основные правила поведения в стае. Но самое главное, чтобы в этом возрасте щенки имели возможность играть друг с другом, ибо только за счет этого они могут вырасти психически здоровыми и уравновешенными. Субтитры создавал DimaTorzok Никогда не следует мыть щенков, даже если они вернулись с прогулки перепачканными с головы до ног. Вода может смыть воск, образующий естественную защиту их шерстяного покрова, и его уже нельзя будет восстановить. Достаточно одной чистки сухой щеткой, чтобы их белоснежная шерсть снова стала чистой и блестящей. Субтитры создавал DimaTorzok Во избежание раздражений необходимо каждый раз осматривать, и если нужно, прочищать уши щенков от грязи и инородных тел. Следует регулярно подстригать когти, но делать это может только специалист. Желательно также подстригать шерсть между пальцами, с тем, чтобы ступня выглядела аккуратной и чистой. К рациону щенка следует подходить с особой тщательностью. Будучи собаками больших размеров, они очень быстро растут, и потому нуждаются в значительной витаминно-минеральной поддержке, которая благоприятствует нормальному развитию скелета. Взрослые особи этой породы всегда умерены в еде и никогда не бывают прожорливыми и не воруют пищу. Вот почему пастухи обычно кормили их сывороткой и сухим хлебом. Мясную же пищу они добывали себе сами. Субтитры создавал DimaTorzok Важной особенностью этой породы является то, что для выполнения своей работы в качестве сторожей собаке не нуждаются в выучке. Их гордый и независимый характер не позволяет применять ограничения и требования, допускаемые при дрессировке других пород. Морема не нуждается в человеческой команде, чтобы начать действовать, поскольку и так прекрасно знает, что делать и как выполнять свой долг, и не допускает, чтобы кто-то вмешивался в ее работу. За столетия, проведенные наедине со стадами, за которые она полностью отвечала, эта собака просто не могла не научиться самостоятельно принимать решения, и при том правильные решения. Поэтому ее трудно заставить делать бесполезную или однообразную работу, не имеющую отношения к реальным обстоятельствам. Единственное потому, что этого требует хозяин-самодор, всегда имеющий на готове обидное ругательство за непослушание. Когда Морема не выполняет вашу команду, у нее всегда есть на это справедливые и веские основания. Она станет что-то делать лишь в том случае, если убеждена в полезности этого дела и в том, что ее помощь необходима товарищам по работе. Не следует, впрочем, путать дрессировку с дисциплиной, ведь рано или поздно настанет день, когда придется везти ее к ветеринару или показываться с ней в обществе людей или других собак. Поэтому примерно с 4-х месячного возраста необходимо обучать щенка гулять на поводке, забираться в машину и в течение нескольких часов оставаться в заперти и не скулить. Легко убедиться, что эта порода, в отличие от многих других, не любит, когда ее заставляют покидать дом и двор. Еще меньше любит поводок и намордник. Однако не следует забывать, что сегодня собака должна жить вместе с нами, и что лишь воспитанная и дисциплинированная собака сможет пользоваться всеми преимуществами счастливой и безопасной жизни рядом с человеком. Субтитры создавал DimaTorzok Собака за работой всегда представляет собой увлекательное зрелище, а если эта собака еще и принадлежит к морево-обруцкой породе, то это зрелище увлекательно вдвойне. В их манере работать заключена некая безыскусность и в то же время бесконечная изысканность, постичь все оттенки и изгибы которой нам чрезвычайно трудно. Мы как бы присутствуем при неком ритуале, в котором нам никогда не будет разрешено принять участие. Пастухи, которые прекрасно это знают, редко вмешиваются в работу своих собак. Основная функция этой породы состоит не в том, чтобы сопровождать стада, а в том, чтобы защищать их от хищников, волков, медведей, а также от угонщиков скота. Для выполнения этой тяжелейшей обязанности пастушья собака должна обладать определенными моральными качествами. Прежде всего, это безграничная смелость, сильная привязанность к овцам и полное отсутствие инстинкта хищника по отношению к ним. Такая черта, в принципе, не свойственна собачьему роду. Данная порода достигает максимальной эффективности в своей службе в качестве охранников, лишь работая в стае, так как только групповой участие может быть гарантией успеха при столкновении с волком или медведем. Стая, как правило, состоит из собак, связанных родственными узами и подчиняется жестким и иерархическим законам, а потому действует в полном согласии. Вожак стаи, а это обычно взрослый кобель, доказавший свои высокие физические и моральные качества, завоевывает свое положение путем вытеснения предшественника. Помимо власти над другими собаками в стае, вожак обладает преимуществом первого совокупления с каждой самкой. Интересно заметить, что члены стаи имеют свои ярко выраженные индивидуальные особенности и соответствующие им свою строго определенную функцию. Одна из собак, например, может быть исключительно смелой и агрессивной по отношению к врагу, но при этом практически не способная догнать его на большом расстоянии. Другая может быть отважной стычки с волками, но трусливой, когда врагом оказывается человек. Третья может хорошо различать одних овец от других и в то же время быть недостаточно приспособленной к отражению врага и так далее. Пастухи хорошо знают особенности характера каждой из своих собак и умеют их ценить. В жаркие часы дня эти собаки любят лежать в тени и когда позволяет рельеф местности предпочитают забираться на высокое место, чтобы оттуда контролировать окружающую обстановку. К вечеру, однако, они начинают выказывать беспокойство, нервозность и часто лают, внимательно оглядывая горизонт. Они знают, что именно в вечерней или закатной часы возникает угроза нападения на стадо. И дело не в том, что они ищут встречи с врагом, а в том, что они способны разглядеть его с далекого расстояния, с тем, чтобы перехватить у него инициативу. Несмотря на это, довольно часто дело доходит до стычек и именно в таких обстоятельствах Морема демонстрирует всю свою силу. Итак, запомним, что только уважением и честностью можно покорить вашу белую собаку, поскольку в ней, помимо прочих качеств, есть то нечто, что можно охарактеризовать как гордость за свое высокое звание собаки. КОНЕЦ 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 Программа озвучена на студии ЮСЕМИ. Перевод Олега Мечковского. Инженер звукозаписи Андрей Грива. Текст читал Илья Кулешов. КОНЕЦ КОНЕЦ